Всем здорова, чуйки! Вы на канале PlayJackson и в прошлых выпусках эксперимента FIFA 18 мы отправляли сборную УПЛ в РФПЛ, сборную РФПЛ в УПЛ. Мне вот интересно, как бы в наше время выглядел состав сборной СССР по футболу. Давайте соберем эту командочку и отправим ее в АПЛ и нагнем там всех. Вот так вот, ребятки, выглядит мой состав, который я захотел собрать. В нападении играет Смолов, Мхитарян, левый полузащитник Коноплянка, в центре Степаненко, Дзагоев, справа Ярмоленко, левый защитник Денисов, два центральных защитника Хачериди, Ракицкий, правый защитник Смольников. На воротах у нас Пятов. Запасные игроки Зинченко, Черешев, Жирков, Кокорин, Будко, Головин, Цыганков и в резерве у нас Акинфеев. Надеюсь, эти игроки смогут справиться и не ударят в грязь лицом. Первые матчи для сборной СССР в АПЛ уже отсимулированы. Давайте узнаем результаты. Поединок против Майн Сити. Ничья 1-1. Довольно-таки неплохо. Поединок против Лестера. Ничья 0-0. Кубковый матч против Виком Бе. Победа 1-0. Матч с Фотфордом. Победа 2-1. Переходим к симуляции матчей за сентябрь. Матч против Фест Бромвич. Проигрыш 1-0. Проигрыш Бормуту 1-0. Кубковом матче победа 3-0. Победа над Ньюкаслом 3-0. Смотрим результаты за октябрь. Первый поединок против Арсенала. Проигрыш 3-1. Победа над Эвертоном 1-0. Победа над Вестхемом 2-1. Кубковый матч против Вест Бромвича. Ничья 2-2. По серии пенальти одержала победу сборная СССР со счетом 5-4. Ничья с Саунгемптоном 1-1. Сейчас мы глянем результаты за ноябрь. И перейдем, посмотрим, как там у нас идут дела в турнирной таблице английской премьер-лиги. Матч против Суонси. Победа 2-1. Победа над Стоком 2-0. Ничья с Ван Юнайтедом 2-2. Кубковый матч. Победа над Брисолом 2-0. Смотрим, ребятки, турнирную таблицу. Сборная СССР идет на 5-м месте. Это довольно-таки неплохой результат. За все эксперименты FIFA 18. Это, наверное, лучшее выступление в самом начале. Круче, наверное, никто не выступал в АПЛ. В декабре у нашей команды очень насыщенный график. Дай бог, чтобы было побольше побед. Первый поединок против Ливерпуля. Победа 2-0. Победа 1-0. Матч против Тоттенхема 2-1. Победа. Ничья с Бёрдли 1-1. Поединок против Кристал Пелес. Победа 1-0. Победа над Водфордом 2-1. Матч против Челси. Поражение 4-1. Челси нашу беспроигрышную серию остановил. Очень жаль. И победа над Ньюкаслом. Но довольно-таки неплохой. Продуктивный месяц для сборной СССР. Матч за январь. Первый поединок против Бормута. Победа 2-1. Кубковый матч против Донкастер. Победа 2-0. Опять кубковый матч против Арсенала. Ничья 1-1. Ничья с Весбромвичем 2-2. Опять поражение от Челси 3-2. Ответный матч. Против Арсенала. Ничья 1-1. По серии пенальти. К сожалению, в Карабао Кап мы уступаем Арсеналу со счетом 4-5. Победа 2-1 от Макдонс. Матч против Саунгемптона. Победа 1-0. Симулируем матч за февраль. Поединок против Вестхема. Ничья 1-1. Победа над Стоком 2-1. Кубковый матч против Астанвиллы. Здесь разгром 4-0. Отлично. Победа над Суонси 2-0. Сейчас, ребятки, мы симулируем матчи за март. И опять отправляемся смотреть турнирную таблицу. Первый поединок против Арсенала. Поражение 3-0. Неожиданно. Кубковый матч против Манчестер Юнайтед. Поражение 2-1. Матч против Манн-Сити. Опять поражение 2-1. Что такое? Что пошло не так? Ничья с Севертоном и ничья с Лестером. Явно не самый лучший месяц для сборной СССР. В турнирной таблице сборная СССР на 5-м месте имеет в активе 57 очков. Как вы видите, очень плотная борьба идет в верхней части турнирной таблицы. И еще абсолютно ничего не ясно. Поединки за апрель. Начинаем мы с победы. 1-0. Опять победа от Crystal Palace 2-1. Ничья с Tottenham 1-1. Ничья с Бёрнли 2-2. И, ребятки, последний месяц. Смотрим результаты против Manchester United. Ничья 1-1. И ничья с Liverpool 2-2. Ну что, ребятки, ничего уже изменить нельзя. Смотрим турнирную таблицу, как выступила сборная СССР в чемпионате Англии. Сборная СССР заканчивает на 7-й строчке, набрав 67 очков. Хотелось бы, конечно, повыше. Но, итак, это лучший, ребятки, результат за всю историю эксперимента в FIFA 18 на моем канале. Никто лучше не выступал в АПЛ-ке, чем в сборной СССР. А победителем чемпионата Англии стал Manchester United, набрав 77 очков. Давайте, ребятки, посмотрим, кто стал лучшим бомбардиром. И это Алексис Санчес. Он забил 18 голов. За сборную СССР лучший бомбардир Фёдор Смолов. Он забил 11 мячей. Ну что ж, ребятки, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был PlayJackson. До скорых встреч. Пока!